Грозный вид, повязка на глазу, крюк вместо руки. Именно так в нашем сознании представляется пират. Грязный неухоженный разбойник с бутылкой рома и попугаем на плече. Но этот образ не имеет ничего действительного с нашей историей. Все эти представления являются лишь игрой кинематографа. Но кем были те пираты на самом деле? И зачем нам внушают все эти нелепые и глупые мифы? Давайте разберемся. Всем привет, наступил рассвет. Еще давно, как только люди начали осваивать мореплавание и торговлю, перевозку грузов, сразу появились морские разбойники. Люди, решившие забрать все награбленным путем. И по традиции, почти всех морских разбойников стали называть пиратами. Пират – это довольно старинное слово, но оно было известно еще в античные времена. Само слово образовано от греческого «piron», которое в переводе означает «пытать счастье». Что, по сути, разбойники и делали. Зародившись в глубокой древности, морской разбой совершенствовался вместе с развитием морского дела, вооружением, средством связи. Да что тут говорить, в некоторых уголках нашей планеты он процветает до сих пор. Но сегодня речь пойдет не просто о разбойниках. Речь пойдет о людях, которые оставили неимоверный след в нашей истории. Сегодня мы размечаем самые известные мифы о владыках морей. Посмотрим на настоящих пиратов. Как они выглядели, что делали и ради чего на самом деле становились пиратами. Ну а под конец видео мы узнаем о самых строгих и уважаемых пиратах. И нет, это не разбойники Карибского моря. Это настоящие причерноморские пираты. Мы узнаем о совсем другом народе, о котором нам история просто не расскажет. Сейчас многие мифы были рождены художественной литературой и кинематографом. Все это в погоне за зрелищностью, стремлением к недостижимому. Реальность и фантазия в наше время уже перемешались. Так же, как и наша история. На самом деле, все, что мы сегодня знаем о пиратах, имеет один единственный источник. В 1724 году в Лондоне была издана всеобщая история грабежей, учиненных самыми знаменитыми пиратами. Никто не знает, кто написал эту книгу. Но многие идеи перекочевали к нам в истории только из-за нее. Сами заблуждения начинаются уже с внешнего вида типичного пирата. В одежде, показанном на фото, они представляются почти в каждом фильме. Но к реальности 16-18 веков, это имеет совсем отдаленное отношение. Для начала, стоило бы разобраться, как же выглядели всем известные пираты. Так? А может так? А может вовсе как-то так? Все эти образы пиратов, которые рисует нам Голливуд, они не просто ошибочны. В реальности они были еще куда более живописны. Посмотрите сами. Кажется, что это за глупые и неудобные штаны. Они уж явно не вписываются в наш общепривычный образ разбойников. А я скажу все просто. Не было удобно заходить в воду, ходить босиком по грязи и не пачкаться. С портретами пиратов ситуация ничуть не проще. И порой они ставят в тупик даже самих историков. На двух гравюрах выше якобы изображены два пирата. Франсуа Алоне и Бартоломео Португальский. Но это явно один и тот же человек, просто показанный нам с разных углов. И далеко не факт, что это изображение имеет отношение хотя бы к одному из упомянутых выше людей. Существует не так уж и много портретов пиратов, которые можно было бы однозначно соотнести к реальным людям. И в этом нет ничего удивительного. К этим портретам стоит относиться просто как к иллюстрации, а не к историческим источникам. Ведь портреты могли быть просто заказные. Для примера, в своем телеграмме я уже не раз выкладывал множество исторических фактов, которые далеки от реальности. И прямо сейчас я выложил там единственное пожизненное фото Александра Сергеевича Пушкина. Но как же в действительности выглядел всем известный поэт? Можете зайти и посмотреть прямо сейчас. Фото выложил в своем телеграмме. Ссылка будет в закрепленном комментарии. Ну а мы вернемся к пиратам. Вообще, существует много мифов в нашей истории. И одним из них является то, что раньше люди выпивали в неограниченных количествах. Ну а для пиратов, конечно же, любимым напитком был ром. И это тоже миф. Но справедливости ради, нужно сказать, что лучшие сорта рома производились именно на островах Карибского бассейна. После этого ром начал ассоциироваться только с напитком пиратов. Хотя пили ром все. Но почему же именно ром стал настолько популярен? Этому есть одно простое объяснение. Ром изготавливался из отходов сахарного тростника, которые получались при заготовке сахара. То есть он был достаточно дешевым продуктом. Возможно, я кого-то удивлю, но на пиратских кораблях царила относительная трезвость. Рому потребляли только сильно разбавленным. И только для того, чтобы обеззаразить воду. Ну а пирата, пойманного во время плавания в пьяном виде, ждало серьезное наказание. Чаще всего его просто пропускали под кельем. Сама дисциплина на пиратских кораблях была жесточайшей. А все из-за того, что была заинтересованность каждого члена экипажа в общем успехе. Как говорится, часть команды, часть корабля. Кстати, про корабли. В фильмах нам это все преподносится в красочном описании. Парусы, резные штурвалы, русалочи барельефы. Это все встречается почти в каждом кино. Но на самом деле, реальные пираты для своих плаваний предпочитали маневренные шхуны взамен гигантским галеонам. Чтобы быстро появиться и быстро уйти с награбленным. Но даже логически, представьте, что более практично для нападения. Огромный судоходный фрегат, набитый до палубы товарами. Или же быстро и маневренная галера. Которая опять же, по общеизвестным нам мифам, почему-то обязательно должна украшаться черным пиратским флагом со скелетом. В действительности, это конечно же было все не так. Да, на вершине мачты обязательно находился флаг. Но не всегда это был веселый Роджер. По одной из версий, черный флаг, ставший основой веселого Роджера, использовался для обозначения смертельно опасной болезни. Которая поразила весь экипаж. Он сигнализировал всем окружающим, что от этого судна нужно держаться куда подальше. Использование пиратами такого флага могло быть эффективной защитой от нападения военных кораблей. Ведь никто же не хочет лишний раз рисковать своей жизнью, чтобы проверить, действительно ли там есть заболевшие или это просто какие-то пираты. Но в наше время веселый Роджер до сих пор популярен. И используется уже у современных пиратов, правда в другом смысловом значении. Самый старый пиратский флаг, сохранившийся до наших дней, хранится в Британском национальном музее. Этот веселый Роджер был захвачен в 1780 году у берегов Африки. На нем хорошо сохранились следы пороха и даже маленькие пулевые отверстия. И в 2007 году этот редкий экземпляр был восстановлен полностью. И сейчас этот флаг выглядит примерно так же, как 300 лет тому назад. Возможно вы не раз замечали, что пиратов часто изображают с черной повязкой на глазу. И как обычно, самый простой ответ на этот вопрос, туда попала пуля. Но этот ответ настолько смешной, что кажется даже глупым. Ведь навряд ли бы пират отделался бы лишь потерей глаза. На самом деле, пираты нарочно носили черную повязку на здоровом глазу, чтобы избавиться от проблем адаптации зрения к темноте. Ведь им приходилось часто спускаться с ярко освещенной палубы в трюм. Поэтому опытный пират заглушал один глаз повязкой и переносил ее на другой. При переходе света в тьму и обратно. Принято считать, что большинство пиратов были головорезами и разбойниками. Но это не совсем так. Многие англичане видели в Генри Моргане национального героя. А грабеж испанцев, тем более с каперским свидетельством, расценивали как благородное дело. Писал один из историков. А ведь правда, масса громких захватов были профинансированы крупными торговцами и аристократами, которых тоже называли пиратами. Возможно, мало кто знает, но даже на Черном море орудовало пиратство. Ведь как Самарской разбой, так и Прибрежный были неотъемлемой частью государства народов, обитавших на берегах Черного и Азовского морей. Это и определяло их деятельность. Без преувеличений, стоит отметить, что пиратство на Черном море в своих масштабах и насыщенности превосходило даже подобные явления на Карибском море. Хоть и сейчас, под влиянием массовой культуры, пиратство ассоциируется главным образом с событиями в Карибском море в 16-18 веках. Но однако, морские волки бороздили и по Черному морю, да и куда раньше. Первое упоминание о черноморских пиратах даже есть в трудах географа Страбона. Здешние племена живут морским разбоем, для чего имеют небольшие, узкие и легкие ладьи, вмещающие около 25 человек. Выходя в море на своих лодках и нападая на грузовые суда, они полностью господствуют в море. Среди всей пиратской братьи особо стоит отметить и Тавров. Занимая очень удобное положение в южной части Крыма, они контролировали весь берег от Херсонеса до Феодосии. Конечно, таких кораблей, как Греки, они не строили и даже в море не уплывали. Но в пиратстве они переплюнули всех других пиратов Черного моря. Главная база пиратов находилась в районе нынешней Балаклавской бухты. Здесь Тавры устраивали засадные корабли, укрывались в бухте во время шторма. И самая, пожалуй, известная история, связанная с черноморскими контрабандистами, это повесть Михаила Лермонтова «Тамань». Она явно автобиографическая, автор рассказывает о случае, который едва не стоило ему жизни. Вот так вот, сравнительно небольшое по размерам Черное море имеет невероятно богатую историю. И чем дальше углубляешься в ее изучение, тем сказочней она нам представляется. Подпишись, чтобы не пропускать новое видео, и не забудь поделиться с друзьями, чтобы они тоже знали правду о пиратах. И помни, расцвет не за горами.